Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 14 сентября? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Меньше чиновников, больше картошки, о чем говорили на штабе по комплексному развитию региона. Пустить тепло в Ульяновске хотят в понедельник. Благоустроенные парки, привлекательные районы и IT-технологии, каким видят будущее Ульяновской области молодые люди. В Ульяновске школьники из разных стран соревнуются за звание лучших. Дарья Сударева В Ульяновске В Ульяновске холодная погода установилась с начала сентября. На прошлой неделе по ночам были заморозки до минус 2 градусов. А вот на штабе по комплексному развитию региона отметили, что вдвое сократят чиновничий аппарат. Глава региона Алексей Русских напомнил, что сокращение аппарата вынужденная мера уже потому, что в Ульяновской области штат раздут по сравнению с другими регионами почти вдвое. Рената Алюлова продолжит. Очередное аппаратное совещание Алексей Русских начал с неприятных новостей. В первую очередь для чиновников. Глава региона поручил провести кадровый аудит отраслей. Численность управленческого аппарата раздута вдвое. Это финансово неэффективно. Но дело не только в экономической составляющей. Я общаюсь лично с людьми в районах, на выездах и также мне часто пишут и в собственные соцсети. Я продолжаю наблюдать низкую эффективность исполнения поручений и поставленных задач. Аудит коснется не только управленческого звена правительства и подведомственных структур. Необходимо оценить эффективность всех управленцев вплоть до сельских поселений. Чисткой чиновничьих рядов займет исполняющий обязанности вице-губернатора Александр Костомаров. После подвели итоги Дня города. Минувшие выходные Ульяновску исполнилось 373 года. По информации городской администрации, в празднике приняли участие свыше 10 тысяч жителей. Судили по количеству выдаваемых масок. Следует отметить, что 80% программы, посвященной Дню городу, было инициировано именно молодыми людьми. Но помимо инициации, они еще и были основными организаторами. В целом, мэр оценил трехдневное празднование на, цитата, неплохом уровне. А глава региона высказал замечание по поводу несоблюдения масочного режима. По его данным, только 2% людей на праздновании были в масках. В очередной раз на штабе Алексей Русских раскритиковал низкие темпы вакцинации. Привито всего 43,7% населения от плана. Сейчас вот круг замкнется. Сейчас уже пойдут на вторую вакцинацию люди, у которых уже антитела. Мы даже не доберем необходимый процент. И это получается бесконечная история. С такими темпами вакцинации мы никогда не выруемся. Смущает и свободный коечный фонд в больницах. 141 место на весь регион. В целом Ульяновск область по количеству заболевших короной занимает 20 место. За последние недели мы сместились на три позиции вниз. Однако по смертности регион поднялся на шестое место. По мнению аналитиков из Москвы, пик заболеваемости область прошла в начале сентября. Но ситуация продолжает оставаться напряженной, заявляют на штабе. Наиболее высокая заболеваемость в Ульяновской области зарегистрирована в Ишкаемском районе. Показатель заболеваемости составляет 73,6. Напомню, областной показатель 22,7. Ишкаемский район превышение в 3,2 раза. В Индинском районе показатели заболеваемости также выше областного в 3,2 раза. Поговорили и о дорогах. 63 объекта. Это более 160 километров. В этом году ремонтируют за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 87% работ уже выполнено. Среди участков три капитала емких. Один – мост через реку Сельдь. Открыли на минувших выходных. По второму объекту – дорога старая Ярыкла-Ярыклинский. Машина пустит уже на этой неделе. Строительство дороги по улице Маслова за Свияжи завершат в ноябре. Это третий объект. Новая дорога – начало развития нового индустриального парка, который расположится на бывших территориях УАЗа. Кроме того, завершены работы по безопасности дорожного движения. Все работы по разметке, по установке дополнительного барьерного ограждения, по освещению пешеходных переходов. Отдельно стоит отметить, что в этом году мы освещаем 8 пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений. Мы их приводим под национальный старт. А вот за улицу Ленина вновь пришлось извиняться. Ее обещали открыть ко дню города. Но не позволила погода. Теперь пустить движение транспорта планируют через месяц, к 20 октября. Однако погода не стала препятствием для проведения первой в этом году осенней областной сельскохозяйственной ярмарки в Железнодорожном районе. Фермеры продавали мясо, овощи, яйца, муку, рыбу, колбасу, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Наторговали на 7,5 миллионов рублей. Но большой популярностью в этот раз пользовалась картошка. Достаточно высокий был спрос. Независимо от того, что 12,5 тонн картофеля привезли на ярмарку, соответственно, достаточно быстро разобрали, что называется, наши горожане. Причем большими партиями. Хочу отметить, что картофель в регионе у нас не закончится, поэтому, наверное, нет смысла набирать такими большими партиями. Хватит и свеклы. Уже убрано порядка 14 тысяч тонн корнеплодов. Собирают и подсолнух. Порядка 10% посевных площадей убрано. Также на полях идет заготовка кормов. На завершающей стадии сев озимых культур. В регионе дан старт недели нацпроекта экологии. Ключевым событием тематической семидневки станет всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна». Акция посвящена реформе твердых коммунальных отходов. В общей сложности автоколонна мусоровозов преодоляет порядка трех тысяч километров и охватит 11 городов, включая Ульяновск. Принат Алиулова, Герман Баранов, Улправда ТВ. В Ульяновской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Первое сезонное мероприятие прошло в железнодорожном районе Ульяновска. В ярмарке приняли участие более 160 фермеров. Как отмечают в областном ментельхозе, важно, что фермеры продавали товары по ценам, рекомендованные министерством. Так, на ярмарке можно было купить картофель по 29 рублей за килограмм, молоко за 42 рубля за литр. По словам главы ведомства Михаила Семенкина, такой подход позволил реализовывать товары по принципу «производитель-покупатель» без привлечения лишних посредников. Ну, это здорово, конечно, что наша продукция востребована среди горожан. Но в то же время, соответственно, мы понимаем, что сегодня ажиотажного спроса никакого не должно быть, потому что мы полностью обеспечены все, что касается продовольствия. Ярмарка прошла успешно. Следующее крупное сельскохозяйственное мероприятие пройдет в эту субботу в Ленинском районе Ульяновска. Стратегическая сессия «Движение вверх» за два месяца побывала во всех муниципальных образованиях области. Очередная сессия помогла понять, каким видят будущее региона молодые люди. Ирина Антонова продолжит. Очередная стратегическая сессия «Движение вверх» собрала на мозговой шторм молодежных лидеров, представителей среднеспециальных высших учебных заведений, членов общественных организаций из разных отраслей. Здесь используется модель стратегической сессии, называется «Форсайл». То есть мы не говорим о прошлом, мы не говорим о настоящем, мы говорим только о будущем, о направлении, о трендах, которые позволят развитию янского области на 10 лет. Стратегическая сессия – это еще один шаг к планированию будущего региона, возможность поучаствовать в создании народной стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Для участников стратегии были заданы основные направления – это демография, благоустройство и комфортная среда, бизнес и экономика. Молодежь на самом деле может сделать очень многое и с этой точки зрения я сама как студент-архитектор и мои одногруппники могут, например, сделать свой проект парка, сквера и вынести на общественное рассмотрение. Молодежные проекты сейчас достаточно популярны, так как мы можем понять новые мировые тренды и вывести область на новый уровень. Как было отмечено экспертами стратсессии, предпринимательство для молодежи региона не чуждо. В Ульяновской области более 4,5 тысяч молодых предпринимателей. Какие основные тенденции, какие основные тренды по развитию молодежного предпринимательства? В первую очередь, это, конечно же, все, что связано с IT. Роман, шагом развивается сейчас все, что связано с сейфомерсом. Лайн-топновля растет в геометрической прогрессии. Есть еще один тренд, который мы очень четко видим по, допустим, нашим школьникам и нашим студентам, которые участвуют в наших программах. Это создание специальных юридических программ. В первую очередь, участникам стратсессии предложили за 10 минут обрисовать образ будущего Ульяновской области. Затем также за 10 минут надо было оценить настоящие регионы, а потом записать свои идеи по каждому заданному направлению. Я пришел сюда с идеей изменения концепции благоустройства города. Это распределение общественных пространств по их типам не в центре города, а по его районам. То есть спортивные объекты в одном районе, культурные объекты в другом районе, парки в третьем районе. За счет чего, во-первых, мы сможем увеличить привлекательность таких районов, как Кендяковка, дальние засвияжья. По окончанию сессии все предложения молодежи были аккумулированы и в дальнейшем будут внесены в стратегию социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели совещание по социально-экономическому развитию с главами субъектов ПФО. Вице-премьер отметил, что важно оперативно определить по каждому региону пять прорывных проектов, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на их социально-экономическое развитие. Дмитрий Чернышенко поручил создать 14 рабочих групп по числу регионов ПФО численностью 5-7 человек. Их возглавят главы субъектов. Рабочие группы должны провести диагностику повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года и предложить список прорывных проектов. 2021-й стал годом празднования 800-летия со дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории, философа и святого князя Александра Невского. Его именем названы улицы, переулки, площади городов России. Ему посвящены православные храмы и установлены памятники. Как в Ульяновске увековечили память выдающейся личности, расскажем в нашем материале. В современном мире важно не только самим помнить о жизни наших героических предков, но и передавать эту память новому поколению, чтобы молодежь имела представление, чем и для чего жили наши предки. Именно поэтому было принято решение на 800-летие со дня рождения Александра Невского присвоить Симбирской гимназии дар имя выдающегося военно-начальника и полководца. Официальное открытие мемориальной доски состоялось с участием почетных гостей региона и учеников Симбирской гимназии. Желаю, чтобы вот это событие, которое сегодня нас собрало здесь, присвоение гимназии имени святого князя Александра Невского, не стало бы просто очередной формальностью в ряде многих других формальностей нашей жизни, а хоть как-то действительно повлияло, подействовало на тех, кто учится здесь, на ход самого учебного процесса. После открытия состоялось возложение цветов к памятнику в память о ратных и духовных подвигах князя. Бюст святому благоверному князю был установлен в прошлом году во дворе гимназии. Директор учебного заведения признался, что к выбору именования школы героям подошли основательно. На поиски ушло 12 лет. Гимназия – дар, гимназия духовного и академического развития. И поэтому нужна была личность, которая объединяет вот это все вместе. И когда впервые мы несколько лет назад узнали об этой серии всех мероприятий, связанных с 800 летием Александра Невского, вот тут и всплыла эта фигура для нашей гимназии. И мы хотим, чтобы наши дети были патриотами, имели такую хорошую гражданскую позицию. В ближайшее время в гимназии планируют сделать традиции каждый год отмечать выдающихся учеников с хорошими показателями в учебе, спорте, творчестве. В качестве награды будут выдавать Александровские знаки отличия разной степени. Международный фестиваль школьного спорта проходит в Ульяновске. В спортивном событии участвуют 11 команд. В Ульяновск приехали дети из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и многих других стран. Как себя чувствуют гости на нашей земле и насколько хорош уровень ульяновского школьного волейбола, выяснял наш корреспондент. Международный фестиваль школьного спорта стартовал в Ульяновске. Там приехало более четырех сотен школьников из стран СНГ. Гостей принял на церемонии открытия Алексей Русских. Поздравляю с открытием международного фестиваля школьного спорта стран СНГ. Ульяновская область с удовольствием принимает этот большой спортивный праздник. Его ждали многие любители здорового образа жизни, спорта, болельщики. Но больше всего его ждали, конечно, дети и школьники. В спортивном зале при Ульяновском госуниверситете проходит серия игр по волейболу. Наша съемочная группа попала на матч школьных команд Молдовы и Кабардино-Балкарии. За две недели до этого праздника мы получили это право представить Россию на этом очень красивом празднике, чему мы очень благодарны организаторам и те, кто у нас командировал сюда. Игра получилась динамичной и интересной. Девчонки из солнечной Молдовы активно шли в наступление. Их азарт подогрело предыдущее поражение. На днях они проиграли одну из школьных команд Ульяновска со счетом 3-0. Нам очень понравилась первая команда города Ульяновска, с которой мы играли три партии, проиграли 0-3, но играли очко в очко. Очень хорошие девочки, очень техничные. И видно, что в Ульяновске любят волейбол. Кроме волейболистов к нам приехали команды по панаментону и настольному теннису. Фестиваль продлится до 16 сентября. В финале будут известны все результаты игр. В Ульяновской библиотеке номер 17 прошел день Национальной библиотеки Чувашской республики. Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. Именно 17-я библиотека является центром национальных изданий Содружества. В нашу область приехала делегация чувашских поэтов и писателей, которая привезла ульяновским читателям новинки своих изданий из столицы республики Чебоксар. Подробнее материал Антона Никонова. Национальная библиотека Чувашей презентовала для ульяновских читателей вот такое вот миниатюрное репринтное издание первого букваря для Чуваш Ивана Якулева. А прямо сейчас в здании 17-й библиотеки Содружества проходит творческая встреча и обмен впечатлениями между чувашскими поэтами и писателями и ульяновскими. Давайте присоединимся к их участию. Автоматизированный процесс формирования фондов библиографических... Наш город посетила делегация народных поэтов и писателей республики Чувашия, которые провели творческую встречу с читателями. В этом году Национальная республиканская библиотека отмечает 150-летний юбилей. По этому поводу праздничные мероприятия проходят не только в самой республике, но и в соседних регионах. Ульяновск не стал исключением, так как наши литераторы и мастера слова из Чувашии уже много лет хорошие друзья. Мы, конечно, когда выезжаем в регионы, часто выезжаем в регионы, всегда берем с собой библиотеки наших чувашских писателей. А их у нас сегодня в Союзе профессиональных писателей 130 человек. Поэтому каждый раз 50-70 книг формируем в библиотеке. Народный поэт Чувашия Светлана Смирнова Азамат рассказывает, что ее псевдоним в переводе с чувашского на русский язык означает «радуга». Поэзия она пришла в молодости. Первое стихотворение было опубликовано в газете, когда ей было 27 лет. А сегодня мастер слова – автор уже 23 поэтических сборников. Размеры некоторых изданий вызывают восхищение от объема материалов творчества. Чуваши хорошо говорят на русском. Русские, которые живут у нас в Чувашии, они тоже изучают чувашский язык, они тоже хотят понять, что за народ чувашский народ. И вот в этой книге, в слове «правда» кривды нет, вот вся правда моя найденная во всех исторических источниках, которые я искала в очень древних книгах, что-то нашла, что-то собрала. И вот получился такой сборник. Работала над этой книгой 30 лет. Также уже не первый раз в нашей области прибывает прозаик Улька Альмен. Ее романы пронизаны невыдуманными историями реальных людей, которые она получает от читателей со всей России. Идешь на встречи с читателем, обязательно найдется какая-нибудь женщина или какой-нибудь человек, подойдет и начинает рассказывать про свою жизнь. Я им всегда говорю, пишите, пишите, не спеша, обдуманно, все вспоминайте, потому что вы сейчас мне расскажете, я могу забыть. И люди пишут. На мероприятие торжественно вручили почетную грамоту Союза писателей России, литератору, почетному гражданину Ульяновской области Валентине Игнатьевой Таравак. Коллеги называют ее современной Агнией Барто. Посвятив свое творчество детству и юношеству, она всегда остро чувствует запросы и вызовы молодых к современному миру. Выпустила 16 книг для детей, в основном на двух языках. Книги издавались и в Москве, и в Саратове, и в Чебоксарах. На творческой встрече для гостей показали документальный фильм о становлении Чувашской республиканской библиотеки. Мероприятие по празднованию Дня национальной библиотеки Чувашской республики в Ульяновске организовано благодаря нацпроекту «Культура». Большое церковное событие в Николаевском благочине Барышской епархии. Недавно построенному храму Иоанна Кронштадтского в селе Крутиц подарили святыню, которая станет главной в этих местах – икону святого праведного Иоанна с частицей его облачения. Такой подарок храму новостройки преподнес свято-иоанновский женский монастырь Санкт-Петербурга. На встрече святыни побывали наши коллеги из видеостудии Барышской епархии. Красавец храм святого праведного Иоанна Кронштадтского построен сразу на два соседних села – Крутец и Просковина. Их разделяет только речка. Церковь заложили шесть лет назад, а первая божественная литургия тут состоялась уже зимой этого года. Службы сразу стали популярны у местного населения, даже у молодежи. А здесь я могу забыть о них и погрузиться в литургию. И здесь мне становится как-то спокойнее и лучше. Теперь у местных православных помимо церкви есть и своя святыня – икона с частицей облачения праведного Иоанна Кронштадтского. Ее в дар храму новостройки передал святый Иоанновский женский монастырь в Санкт-Петербурге. Именно там хранятся мощи Иоанна Кронштадтского. Привезли икону в Николаевский район простые верующие. В самый последний момент, как икону предполагалось доставить, еще подарили частицу облачения, в котором служил батюшка. И уже по прибытии эту частицу облачения закрепили на икону в специальную капсулу. Икона прибыла в крутец в великий праздник усекновения главы Иоанна Притечи. По этому случаю в храме прошла божественная литургия, в конце которой верующие вознесли сугубые молитвы своему небесному покровителю – святому праведному Иоанну Кронштадтскому. ПЕСНЯ Он один человек и через него спасаются тысячи спасались и до сих пор спасаются. Все, кто к нему прибегает за помощью, ее получают. Для нас это пример того, что каждый из нас должен быть светильником. Протеерей Алексей Новицкий окормляет жителей этих и окрестных сел уже почти два десятка лет. Именно он смог создать с нуля православную общину, организовать местное население, чтобы всем миром построить эту церковь. Теперь у них особый праздник. Ну, все жители прословенных тут за поздравляю с таким праздником. Теперь у нас вот такая вот святынька, да, которая, конечно, очень, очень это все вот, как говорится, на душе такая вот радость. Поздравляю вас всех! Сейчас новый красавец храм осталось только осветить. Для этого жителям сел Крутец и Просковина нужно совсем немного. Благоустроить внутреннее и внешнее убранство. Дмитрий Гурин, Ян Восконян, ведя студию Барышевской епархии, при поддержке новостей Николаевского района, специально для Уллправда.ТВ. Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с незнакомых сотовых телефонов. Не запрашивают информацию об остатках на счетах, картах, паролях и доступах. Сотрудники банка никогда не будут просить вас перевести денежные средства на резервный счет и не будут уточнять пароль в режиме якобы защищенного доступа. Сотрудник банка никогда не попросит установить стороннее приложение на мобильное устройство и не запросит у вас логин и пароль в личном кабинете. Не поддавайтесь панике и не принимайте решений, не перепроверив полученную информацию у официальных представителей банка, в том числе по телефонам горячей линии. Не доверяйте такого рода телефонно-звонкам. Ваши персональные данные по телефону могут запросить только мошенники. Доверяйте эту информацию до ваших близких и знакомых. Не поддавайтесь на ловке мошенников. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok